Здравствуйте, мои дорогие! Вот идут праздники, ну не будет же ты праздники, что за праздники такие, я их вообще не понимаю. Не буду же сядь, чтоб так вот и сидеть. Ну да, где-то пошил, где-то там почитал, где-то что-то. Ну, все равно хочется что-нибудь для дома. Для души сделать такое, потому что день-два и уже начинается засер. Вот, поэтому приходится где-то там что-то поделать. Я вот за выходные там два шкафчика сделала, вот на кухне два шкафчика прибрала. Ну и сегодня, так как завтра последний день выходных, и у мужа моего нет выходных, он каждый день работает, будет ехать с работы, я ему дам списочек, в общем, чтобы то, чего мне не хватает на следующую неделю. Так как у нас сейчас морозы, я на улице, ну как, я на улице выхожу, ну так поблизости, вот, я ему дам списочек, и он будет знать, что купить. Я иногда ему это доверяю. Почему доверяю? Потому что, не знаю, как у кого муж я, но у меня, если он зашел в магазин, я ему скажу, там, купить, например, не знаю, масло сливочное или еще, он купит, ну так, я не знаю, вот, знаете, дороже ценника, наверное, муж мой, только муж мой может найти. Поэтому я ему пишу конкретно, вот, купить там масло, сметаны, то, что я ему доверяю, вот, в общем, такое. Поэтому мне нужно сейчас убрать в холодильнике, чтобы на следующую неделю уже было то, что мне надо в холодильнике. И два шкафчика таких маленьких, я их уже когда-то убирала, показывала вам, но опять я засели, поэтому как-то вот так. Ну что, мои дорогие, поехали! Сейчас будет что-то страшное. Вы знаете, в этом нет ничего плохого. Зато сейчас залезем мы в холодильничек, как раз его переберем, помоем. Раз в неделю у меня это получается, я буду знать, что у меня есть, чего нет. Вот, так что, вперед! Вот, не пугайтесь, пожалуйста, у меня здесь. Так, в общем, переберем все у меня. Видите, какой бардачок? Это до я вам показываю. Вот, кстати, пиво у меня стоит открыто. Это, это, хочу блины сделать на пиве. Ой, самые вкусные блины это на пиве. Все никак не получается. Нет для кого, как бы. Вот, та, которая, у меня, какой, крема хранятся. Тут для линз, линзы. Вот, масла. Ну, вот я слышала, масло льняное нужно в холодильнике хранить. А кто-то из девочек мне писал, нет. Это масло, это, какое, стайлак, да, привозила. Вот, кокосовое для волос. Я-то столько привезла, вообще, я не знаю, на сколько его лет хватит. Зря. Я от него толку не вижу. Ну, да, помогает что-то, помогает, ну, не знаю. Ну, что, приступаем. Сейчас я буду все так убирать это на стол, перебирать, что надо, что не надо. Вот, у меня это, у холодильника, если он чуть больше открыт, то начинает пищать, поэтому... Я начала убирать, и вот хочу показать сразу такое, как же вещи хорошие. Ну, есть вот такие вот покупные погладители запаха, но я раз в неделю, раз в две недели, как получается, меняю соду, у меня вот такой баночки с под сметаной, и чтоб не пахло ничего в этом холодильнике. Тирин-тирин-тирин. Открываем после мытья. Так, ну вот, мои дорогие, глаза боятся, руки делают. Это буквально здесь даже 15 минут не надо убирать. Я мою все, вот у меня, которое я мыло варю, гель из мыла там, мыло хозяйственное и пищевая сода. Протерла губочкой и мокрой теплой водичкой в тазике промыла все, и чистенько все блестит. Короче, я рассказываю, как у меня хранится. У меня не хранится правильно, я сразу вам говорю, не надо мне говорить, вот это так нельзя хранить. Про яйца мне говорили, что нельзя в холодильнике. Всю жизнь храню в холодильнике. Не знаю, как это самое. Вот, в общем, ну, как-то вот так у меня получилось. Так это у меня лимончик, выдавленный сок, утром к чаю, масло, сыр, ну, это вот запасы, если на выпечку, супчик на завтра, на обед, ну, картошечка, там, морковочка. А это у меня с Алиэкспресса луковичные цветы хранятся вот там. Так что, как-то так. Не знаю, как кому мне нравится крема, чтобы хранились все в холодильнике. У меня хранятся они здесь, для лица, для век. Вот, обалденный Алиэ мне нравится. Обалденный Лореаль. Возраст глаз, это вокруг глаз, возраст эксперт 45 с плюсом. У меня такой же и дневной. Очень мне нравится. Питательный. Еще, кстати, купила этот бархат. Я уже, наверное, про него рассказывала. Сибирское здоровье. Он такой, в общем, как бы, органический. Его нужны в холодильнике. Ну, питание, увлажнение, разглаживание морщин, обновление кожи. Чего-то я так не увидела слишком. Помолодевшую себя. Уже, знаете, у нас, ну, не знаю, как у нас, у меня так только нож поможет мне. Масочка. Питательный крем. Это Гималая. Мне нравится алое. Алое и витамины. Вот этот черный жемчик эксперт омоложения. 46 с плюсом. Гореньер. Я, это активный, это ночной 45 с плюсом. Я их меняю так. Вот эта сыворотка для глаз. И это крем от морщин. Ой, нет, не нравится он мне. Ну, даже, наверное, надо его уже избавляться от него. Это мои органические масла. Масло пальмы. Масло льняное. Это для волос. Маски, когда я делаю. Здесь такие живеньши. Это вокруг глаз. Это там счетчик. Там для крема всякие. Эти мини-пробнички. Когда покупаешь, в Лореале тебе дают. Это масло тоже кокосовое. Сюда отсыпала, чтобы легче было набирать. Вот. Ну, это все для глаз. А это, это. Не поверите. Черви живые. Вот представляете, в холодильнике, что я храню? Черви живые. Ну, у кого муж рыбак, может те знают. Поймут, может. Не все поймут. Так, вот из пива я говорила, хочу сделать блины как-то на пиве. Ну, не знаю, когда, не обещаю. Ну, это мои, в общем, такое все. В общем, как-то вот так хранение. Теперь я сделала списочек. И у меня уже по списку, я буду знать, что у меня полотенце бумажное надо. Это, конечно, не к холодильнику. Лимон. Масло подсолнечное. Лук, морковь. Филе куриное, майонез и кетчуп. Вот это мне все нужно купить. Ну, а теперь мне сейчас останется... Ди-ди-ди-дин, длин-длин. Вот здесь все расхламить. И вот здесь. Вот это мои самые страшные. Я знаю, сейчас кто-то скажет, боже, куда столько всего? Сколько хлама, сколько... Я не знаю, как для кого хлам, а для меня каждая вещь нужна мне. Вот, что я не могу сказать. Но я потом покажу, что на Векенштейн, что в долгий ящик может когда-нибудь понадобиться. Так что поехали. Беру мочалочку, у меня есть такая старая, мокаю сюда. И вот так, где ложки лежали, очень хорошо отмывает. И потом все смываю мокрой тряпочкой. И все. Вот, мои дорогие, в такой ящичек уедет на дачу. С всякими причиндалами. У меня порой такое бывает. Отвезу на дачу, потом чего-то дома не хватает, соскучусь. Знаете, как детям раньше игрушки там выкладывают. Они приелись, они ими не играются. Так и я. Вот, знаете, отвезу на дачу. Там оно это, потом раз... Ага, о, надо мне это. Так что вот это едет на дачу. Ну и посмотрим, что получилось. Тиририм, тирим. Как-то вот так получилось, видите. Даже осталось место для хлама. Вот. Очень хорошая вещь у меня вот этот топорик для капусты. Нравится мне он. Вот такие для кофе или там для торт. Знаете, когда делать вот такие трафаретики. Сердечко, вот это улыбочка. Там как-то... Вот. Цветочек. И такой цветочек. Нравятся мне такие стучки. Ножиточки. Каких у меня только ножиточек не было. Самое лучшее или вот такая, или точить окружку. Окружку я уже вам показывала. Берете окружку, переворачиваете и точите. Это если некогда мужу отдать, чтобы наточил, или мужа нет, или... Самое классное яйцерезка, это Витес. Она такая тяжелая. И знаете, у нее вот такие прям... Я не знаю, как это прям не струны, а прям хорошо, отлично режут. И хочу сказать лучше, чем чеснокодавилка вот икеевская. Я еще не встречала. Сколько у меня не было. Вот эта вот чеснокодавилка, это мне посоветовала моя невестка. Мы с ней были в Икеа, и она, говорит, брала еще себе, говорит, такая классная. Я взяла и действительно лучше. Так что, Анютка, спасибо большое. Такой походный ножик, он тоже керамический. Это я брала в фикс-прайсе. Ой, керамический, как его? Крашенный. Он в фикс-прайсе, я его брала. Ну, он просто что с чехлом, хорошо на природу, на охоту. Так, вот скребок. Эту печку, когда я чищу, вот скребком, очень хорошо. Так, ну, с первым ящиком как-то так. Второй похуже. Ну, люблю я всякие причиндалы. Видите, у меня здесь сколько лопаточек всяких. Для отбивных, еще и такая для отбивных. Толкти картошку. Венчик. Лучше венчика вот это блины ничем не размешать. Ну, если только не кухонным комбайном. Вот такой венчик или вот такой. Это фикс-прайсовский. Его нажимаешь, он крутился вот так вот. Сейчас он, ну, не крутится, но взбивает он хорошо, хочу сказать. А пока мясь новый был, он хорошо, ну, крутился, взбивал. Так что, отлично. Еще из этих, еще фикс-прайсовские, эти, щипцы. Вы знаете, мясо переворачивает нормально, больше, а что, ничего от них не требуется. Тоже для мяса переворачивает. Ну, больше такого интереса. А, вот эта вот вещь, наверное, тоже у всех есть. Это чеснок. Сюда насыпаешь чеснок и между ладошями так жук, и он очищает. Так, вот про эту, которую я показывала, чтобы морковку красиво нарезать. Я еще ее не варила и не пробовала, так что не могу ничего сказать. Так что, мои дорогие, получилось как-то вот так. Аж самой приятной и легче дышать. Ну, теперь у меня по плану там верхние шкафчики, нижние. Фух, 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 работа никогда не кончается. Ты, знаете, за лето так заталкаешься, что мама не горюет. Ну, вот и все, мои дорогие. Глаза боятся, руки делают. Все, что хотела, я сделала. И так буду постепенно, постепенно, постепенно идти к порядку. К размусориванию, можно сказать. То, что размусорила, я вам показала то, что я везу на дачу, а то, что в Эйкенштейн не хочу показывать, потому что, ну, много склоков, много. И так там столько срача, где, особенно под этой, где щуку я там делала, там плохо почистила, столько выкинула, там все такое. Мои вы дорогие, я показываю так, как я делаю. Там, сегодня вообще написали, там, ужас, как вы разделываете эту щуку. И муж ваш, наверное, браконьер, и все. Господи, это я так делаю. А вы можете готовить, и даже чешую кушайте на здоровье. Вот. А мы такое не кушаем. Ну уж извините нас, пожалуйста. Ну вот и все, мои дорогие. Я буду очень рада, если я кого-нибудь смотивировала на уборочку. Мы вместе наведем порядок в Новом году. Если вам нравятся такие мотивации на уборку, ставим пальчики вверх. Кому не нравится, извините. Пишите комментарии. Пишите в комментариях, кстати, нравится вам это или не нравится. Ну вот и все, мои дорогие. Всем пока-пока. С вами была Элла. С вами была Элла.